Мы наконец-то добрались до Далата и с утра мы уже выспались, сейчас уже за середину дня и, как оказалось, здесь цены намного ниже, чем по Шиме. Потому что мы дошли сейчас в кафешку, чтобы поесть и здесь очень приятные мальцианы. Вот он настоящий. Слушай, мне придется наверно еще один заказывать кофе, потому что я тоже хочу такой. А это что такое ты заказала? Это тоже смузи? Ой, Пурку, надо дадите попробовать? Я нет. Ну это как всегда. Мне самым мало. С чем? С грибами. Да? Да? Да. Ой, какой лапочка! О, вообще чей? О, наверное, в магазине. Такой милый. О, Столика! Ах ты дамский угодник. Принесли еще одного сыночка. Меня не кусает, ты чего меня кусаешь? Да, не кусай. Пасть. Их вот, ты ему сожрал, смотри. Город Далак был образован как горный куров в 1912 году для европейцев, которые хотели спастись от жары Сайгона. Его неофициально называют «маленькой Францией». Здесь готовят известное даладское вино. В окрестностях полно разных плантаций. Ведь главные достопримечательности находятся не в городе, а в Акоге. А это и живописные долины, и ручно-зеленые леса, и многочисленные водопады и озера, перевалы и естественные природные парки. Даже перед входом в банк стоит небольшой алтарь для божества. Здесь вот находится рынок, где мы купили, я вот купила вот такую вот попару за 15 тысяч донгов. Вообще халяра. Наш путь лежал к цветочному саду, что расположился рядом с озером. Девочки подошли впереди, и мы за ними не посплевали. Просто хотелось насладиться окружающей обстановкой. В какой-то момент Катриняя упустили их из виду, и вследствие этого потеряли наших навигаторов. Мы заметили впереди красивый сад и решили, что это и есть то место, куда направлялись. Нагулявшись бесплатно по территории, поняли, что это не то. Но искать дальше не было смысла, так как вход в цветочный сад был уже закрыт. А ведь он находился всего лишь на противоположной стороне дороги в 100 метрах от нас. Время было еще совсем детское, поэтому мы решили просто погуляться в Акрокозе. Нагибая его, мы увидели на холме впереди пагоду, затерявшуюся среди однодетных жилых зданий, и решили осмотреть ее. Ворота были открыты, и мы зашли. Там было очень тихо. Это была одна из многих пагод на территории Вьетнама. Единственное, что отвечало ее от лаги, это то, что по территории бегали дети, жители этого места, так как носили специфичные одеяния и любопытные стрижки на головах. Они с интересом наблюдали за нами, но куда эти пабы уже не решались и на уговоры не шли. Вот так мы с ними выполнили минут 20, ощущая взаимное, радостное, дистанционное общение. А потом продолжили наш путь. Вот эта земля, непонятно, что за земля такая, на глину она не похожа. И когда ее вот так вот берешь и трешь, то она становится мягкая, мягкая и похожа на пудру. Так вытирается тебе кожу. Интересно, что это такое? А здесь вообще она какая-то красная. Земля эта. Клево. Всем привет. Меня зовут Катрин. Мы ведем прямой репортаж из города Далат. Здесь очень комфортная температура, в отличие от Хошимина. Здесь прохладный свежий воздух, по крайней мере сегодня. Дышится прекрасно, волосы не такие пушистые. Природа похожа чем-то на Россию. Сосны, все зелено, озеро прекрасное, достаточно чистое. Очень много рыбаков, сидит ловит рыбу. Здесь чувствуешь себя как-то, может быть, даже наедине с природой. Птички поют, может быть, их не слышно, но они есть. Мы купили фруктов на местном рынке, чем сегодня и поужинаем. В общем, советую всем для посещения. Сегодня у нас первый день. Это самое малость того, что мы здесь увидели. Надеюсь, что это только начало. Прекрасное начало. Мы сегодня ездили вот на этой машинке, на такого плана. То есть его можно спокойно использовать. Там есть счетчик. И не будут предлагать 100 тысяч за поездку меньше, чем в 2 километра. Продолжение следует... Субтитры подогнал Игорь Негода. Продолжение следует...